Очень плохая игра. Наверное, это худшая игра в этом чемпионате. В исполнении нашей команды. Первые два периода отсутствия выполнения игрового задания. Очень слабая игровая дисциплина, которая была в последних матчах. Так, в актив, в небольшой актив можно нанести только третий период. В концовке первого, как показалось, можно было зацепиться за результат. После того, как счет стал 1-3, там была пара моментов. И Макаревич там завершал после выхода 2-1 за бей. Может быть, все по-другому могло развернуться? Возможно, возможно. Но соперник сегодня был сильнее. В начале второго пропустили два быстрых гола. И, наверное, это исход встреч предопределило. Но соперник сегодня был сильнее с такой хорошей командой. Нужно играть за счет дисциплины, самоотдачи, желания, выполнения, установки. Будем над этим работать. Я думаю, все еще впереди. Будем надеяться, что ребята будут расти. И в таких поражениях тоже. Каждое поражение. Здесь нужно извлекать урок и идти дальше. Забили быстрые голы, повели 3-0. Немного успокоились. Игра выровнялась. А так, хорошая игра. Задача была победить. И мы как бы выполнили ее. Какой пятеркой сегодня в наибольшей степени остались довольны? Большое количество заброшенных шайб, можно сказать, получилось. Ну, забил состав Асташевского три гола. Ну и остальные там по голнику забили. То есть все внесли. Лептус в победу. Какие-то были претензии сегодня к ребятам? Может быть, по каким-то отдельным компонентам хоккея? Или, в принципе, в большей степени все устроило? Да у нас претензии всегда есть. В какой-то в большей степени меньше. То есть, как бы, это все-таки еще подрастающее поколение. Работать надо еще. В вашей команде в первой паре защитников сегодня вышел Артем Мурылев. Воспитанник новокузнецкого хоккея. Что скажете по этому парню, по его перспективам, по тому, как выступает в текущем сезоне? Ну, он является кандидатом в сборную, да, в юношескую. Поэтому побольше даем времени ему играть. Парень добавляет с каждой игрой. То есть, растет. Ну, дай бог ему расти дальше. Вырастим хорошего мастера. Редактор субтитров А.Семкин